Всем доброе, доброе утро. На часах уже почти 8 часов 30 минут. Мне кажется, что это время для того, чтобы начать строить маршруты на ближайшие выходные. Как раз по этому поводу у нас в гостях Анна Вощенчук, начальник отдела качества и учебно-аналитической работы Национального агентства по туризму. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Рад увидеть вас в студии. Анна, мы хотим спланировать ближайшие выходные. Помогайте нам, пожалуйста. С удовольствием. Поехали. Гродненская область, фестиваль Мястечка. Это городской поселок Мир. Он известен не только своим знаменитым мирским замком, но еще и фестивалем. Этот фестиваль просто для любителей различных культур, потому что это синтез культуры. Мы увидим подворье белорусской культуры, еврейской культуры, польской, татарской, цыганской. Будут мастер-классы, будут гостиные, будут мастер-классы по танцам, дегустации. Вот люди, которые хотят на нашем маленьком клочке в городском поселке Мир почувствовать себя таким гражданином мира, добро пожаловать на фестиваль Мястечка. 6 августа, правильно? Я знаю информацию. Так, хорошо. Это хорошее предложение. Что-нибудь еще? Та же Гродненская область, Бердовка, фестиваль, который называется Майонтак Добовецка, запрошая на шляхетский баль. Этот фестиваль интересен тем, что, во-первых, для него нужен дресс-код. Дамы, кавалеры обязаны прийти в стилистике в стиле ампир. Так что нужно прочитать, что такое стиль ампир. В первую очередь, да, окунуться немножко во вторую половину 18 века. И этот фестиваль, это мероприятие для любителей путешествовать в историю. Безусловно, это и гостиные, и чаепитие, и танцы, и балы. То есть вот такое путешествие в историю приглашаем тех, кто любит. Да, это не просто вам надеть кеды и поехать путешествовать. Нет, у меня действительно практический вопрос. А вот если я все-таки приду вот так, как сегодня, не пустят, что ли, или просто потанцевать не дадут? Я думаю, что организаторы предусмотрят какие-то декоративные украшения, особенно для дам. Да, там, что-то элемент, там, головного убора, какую-то красивую брошь, платочек и так далее, перчаточку, да, совершенно верно. Потом будут же фотозоны, да, почувствовать себя, да, моей 18 века в шикарных платьях исторических. Я думаю, что нам всем приятно. На каждом фестивале такое можно попробовать. Хорошо, но на самом деле нравится это предложение. Напомню для наших зрителей, что это тоже 6 августа. Деревня Агрогородок, Бердовка, Лицкого района. Верно? Да. Все понятно. Так, и еще есть один фестиваль, который состоится в эти выходные. Рассказывайте. Меняем область. Витебская область. Ну вот только отгремел Вива Браслов, как мы все знаем. И фестиваль, мне кажется, один из самых концептуальных, это фестиваль справа. Так. Деревня Белая Церковь, Чашницкий район, Витебская область. Начинается он с вечера пятого. Будет такая небольшая вечеринка, такое как вхождение в этот фестиваль. Ну и основные активности, это, конечно же, суббота, шестого и седьмого. Фестиваль интересен тем, что это, ну на мой взгляд, один из самых концептуальных фестивалей. Потому что он совмещает такое пространственное понятие, ленд-арт. И, конечно же, это площадка для экспериментов музыкальных, для пленеров-художников, для танцев, для архитекторов и так далее. И, что интересно, это будет все, так знаете, перетекать из одного во второе. Потому что где-то будет концерт, открытие молодой группы, например. Где-то будет возможность просто поэкспериментировать и посостязаться в каких-то там мастер-классах гитары, барабаны или еще что-то такое. И самое интересное, вот то, что когда я готовилась к программе, будет звучать музыка, которую сначала молодые музыканты записывали с помощью разных там приспособлений. Музыка камышей, воды, а потом все это обрабатывали. И вот результаты, наверное, этого мы сможем увидеть, а потом, может быть, услышать. Да, ну вообще нужно, мне кажется, обратно, палатку, чтобы и пятницу захватить, и субботу, и воскресенье. На сайте, скажу сразу, есть прекрасная инструкция. Во-первых, чтобы комфортно себя чувствовать в паре, с семьей, компанией. Это, безусловно, кемпинги будут предлагаться. Те, кто думает, что комарики там и все остальное вот как раз не для них, можно остановиться в гостинице, в Новолукомле, естественно. Можно забронировать недалеко агроусадьбу, ну и посмотреть дома рыбака, что предлагают вот, в общем-то, в таком формате. Но еще расскажу, на сайте справа прекрасно написана инструкция. Вот я перед эфиром проходила, и как добраться, и будет специально маршрутка организована, и можно своим ходом. И там, если вы любите своих четвероногих друзей, чтобы их захватить. Да, нужно вот это, там, первое, второе, третье. Поэтому организаторы очень серьезно подошли к этому фестивалю. И мне кажется, что это будет таким один из ярких событий этого лета. Для наших туристов и гостей, нашей любимой Беларуси. Еще раз напомним, что это Витебская область, можно сказать, пятница, вечер, суббота и воскресенье. Деревня Белая Церковь, да. И на самом деле удивительно, вы рассказали такую большую программу, как это все может уместиться в рамках одного небольшого такого пространства. Но наверняка, как вы говорите, действительно организаторы постарались. В общем, очень интересно. А программа на выходные, мне кажется, практически составлена. А если что-то забыли вам рассказать, то дополним в течение нашего сегодняшнего эфира. И других эфиров мы любим дополнять, предлагать такие планы. Ну а сегодня я хочу поблагодарить, Анна, что вы у нас традиционно в гостях. И рассказывайте нашим зрителям, куда же отправиться на эти выходные. Давайте им небольшое напостное слово, чтобы не сидели дома. Ни в коем случае. Я желаю всем хорошего настроения, несмотря на погоду. Хотя по всей Беларуси она у нас разная. Быстренько пробежали по мероприятиям, которые озвучили. И еще девушки вам обязательно расскажут. И начинаем паковать чемоданы, выбираем. Захватываем с собой наших кошек, собачек. И едем путешествовать. И не скучаем. А я напомню, что мы беседовали с Анной Васинчук, начальником отдела качества и учебно-аналитической работы Национального агентства по туризму.